Коллекция Скорион выглядит вот таким вот образом, как она изображена на слайде. Чем она примечательна? Съемная ручка, змеиная кожа, ну я бы, наверное, сказала, кошка рептилии. Литой алюминий. Вы абсолютно правы. А по каким признакам мы с вами можем определить, что это литой алюминий? Вот он этот хвостовик, к которому непосредственно крепится сама ручка. Вот это вот соединение, если посмотреть ближе, то это вот как раз-таки алюминий, продолжение литья, к которому непосредственно крепится ручка. Если есть этот хвостовик, это говорит о том, что это литой алюминий. А если нет этого хвостовика, как определить, что это литой алюминий? Какие еще характерные признаки есть у литья? Есть борта, вы абсолютно правы, то есть вот это вот утолщение на борта говорит о том, что либо это литье, либо это возможно кованый алюминий. То есть вот такое утолщение на борта говорит о том, что это литье. Но есть еще одно неприкосновенное свойство – это нанесение логотипа. Обратите внимание, каким методом нанесен логотип. Этот логотип на дне посуды выпирает. Только таким образом на литье наносится логотип. То есть он выпирающий, логотип уже нанесен на саму форму, в которую заливается расплавленный алюминий. Если посмотреть, как это сделано, например, у кованого алюминия, то там логотип нанесен совершенно другим способом. Обратите внимание, он такой вдавленный вовнутрь. Соответственно, очень сильно отличается от нанесения вот этого логотипа. А вот чем литой алюминий хорош, в отличие, например, от штампованного алюминия? Какие у него свойства? Почему люди выбирают эту посуду? Литой алюминий по своим свойствам, по свойствам собирания тепла, очень близок к чугуну. То есть в него вмещается очень много тепла. Эту сковородку очень сложно перегреть. Ну, конечно, если постараться, можно перегреть все что угодно, в том числе и чугун. Но дело в том, что из-за того, что у алюминия очень толстое дно, как правило, дно толще в два раза, чем стенки, он может в себя вбирать большое количество тепла. Это называется термоаккумулирующие свойства. Он быстро нагревается, алюминий, и берет в себя очень много тепла. При этом также быстро остывает, об этом нужно не забывать. За счет того, что он забирает в себя очень много тепла, и после того, как мы отключили, это тепло продолжает отдаваться продукту. За счет этого мы можем и тушить, и томить, и жарить на этой сковородке. Соответственно, сковороды, сотейники и остальные предметы из литого алюминия позволяют делать все что угодно. То есть это такие универсальные предметы и для жарки, и для тушения, и для томления. Теперь давайте чуть ближе познакомимся с этой коллекцией. Итак, первое, о чем хочется сказать, действительно, это съемная ручка. Мы так давно ждали коллекции со съемной ручкой, и наконец-то ее дождались. Съемная ручка, сама ручка сделана из бакелита. Бакелит – это материал, который не подвергается горению, то есть он не горит. Соответственно, он просто оплавится, если вдруг мы перегрели этот бакелит, либо он попадает под прямой огонь. Для того, чтобы было удобно держать, даже если мы схватились за ручку жирными руками, бакелитовая ручка сверху покрыта силиконовым напылением, которое называется сегодня soft-touch. Какие преимущества дает съемная ручка? Итак, она занимает мало места, удобно хранить, ручка не выпирает. Кроме того, можно использовать духовки. Ну и, соответственно, когда мы ставим в холодильник, вот эта самая ручка очень часто мешает закрыть дверцу. Мы снимаем эту ручку и просто храним отдельно, скажем так, взятый предмет. Какая гарантия на съемную ручку, коллеги? Гарантия на сам механизм составляет один год. Соответственно, в течение года использования с момента покупки, если вдруг ручка ломается, мы можем заменить на аналогичную ручку, либо на аналогичный предмет. Что еще интересного? Действительно, вот этот сам дизайн под кожу рептилии, выполненный, да, стилизация под кожу рептилии сделана методом литья. То есть, вот этот самый рисунок, который наносится на внешнюю сторону этой коллекции, наносится уже в момент литья. Как вы знаете, как происходит вообще производство сковородок из литого алюминия. В заготовочную форму под определенным давлением заливается определенное количество расплавленного алюминия. В этой форме алюминий застывает, остывает, затем эту форму подвергает двухэтапной деликатной обработке. То есть, обрабатывает поверхность для того, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Далее уже на заготовку наносится неспригарное покрытие. Так вот, вот этот самый рисунок, он уже нанесен на стенки заготовочной формы, куда заливается расплавленный алюминий. Соответственно, со временем этот рисунок не сотрется. А для того, чтобы вот эти борозды, частички пищи не попадали, масло там не застревало, сверху внешняя часть проходит обработку силиконовым полиэстером. Поверхность становится абсолютно гладкой, глянцевой, и при этом она очень устойчива ко всякого рода температурам, к высоким температурам. И при этом масло, нагар, жир не впитывается в структуру, внешнюю сторону самой сковородки или сотейника. Как я уже говорила, это литой алюминий. Обратите внимание, какова толщина стенок и какова толщина дна. Толщина стенок 2,3 мм, когда дно целых 5 мм. То есть в два раза толще дно, о чем я вам, в принципе, и говорила. В два раза толще дно, и, соответственно, в два раза больше тепла дно может взять себя, чем сами стенки. Кроме того, из-за того, что это дно очень толстое, оно меньше подвергается деформации при температурном перегреве. То есть, когда мы ставим пустую сковородку, ее очень легко перегреть, если сковородка очень тонкая. Чем толще, почему люди выбирают толстую сковородку? Чем толще, тем меньше она подвергается деформации под действием температур. Также обратите внимание, что сама крышка выполнена из боросиликатного стекла. Это не жаропрочное стекло, это боросиликатное стекло, которое устойчиво к резким перепадам температур. То есть от холодного резко к горячему переходу. С стеклом ничего не произойдет, оно не треснет и не лопнет. Есть силиконовый обод, и вы его уже упоминали в своих комментариях по этой коллекции. А вот скажите, пожалуйста, почему Рюндл все-таки остановил свой выбор именно на силиконовом ободке, а не на металлическом обрамлении этой стеклянной крышки? Какие преимущества дает силиконовый ободок? Правильно говоря, не громыхает, то есть бесшумное открытие-закрытие. Еще крышка плотно прилегает к самой сковороде, к самому сотейнику, и, соответственно, максимально герметизирует при приготовлении. А что еще? Вот если уронить, что-нибудь произойдет с этим силиконовым ободком? Верно, он не подвергается деформации, соответственно, не нужно будет, как металлический, металл очень мягкий, он может погнуться. Здесь ничего не произойдет, он сохраняет целостность крышки и, соответственно, сам не деформируется. Самое главное преимущество, почему Рюндл сделал именно силиконовый ободок? Обратите внимание, антипригарное покрытие на бортах. Для того, чтобы не царапать антипригарное покрытие, мы сделали именно силиконовый ободок. Антипригарное покрытие этой коллекции – XILAN+. Расскажите, пожалуйста, что это за антипригарное покрытие такое, XILAN+. Так, два слоя покрытия, абсолютно верно. Вносится это покрытие также методом напыления, как и 3-титан. Но почему на XILAN нельзя пользоваться металлическими аксессуарами? А в 3-титане можно. Антипригарное покрытие XILAN+, в него не добавляется никаких армирующих твердых веществ, которые удерживают покрытие от истирающих, скажем так, элементов. То есть, это покрытие не уплотнено, не армировано более твердыми веществами. Поэтому здесь не рекомендуется использование металлических аксессуаров. Но при этом это покрытие идеально подходит для частого ежедневного использования. Это покрытие толщиной, двухслойное антипригарное покрытие толщиной 30-35 микрон, выдерживает до 15 тысяч истирающих движений с нагрузкой 3 килограмма. И это антипригарное покрытие для нас наносит англо-американская компания Whitford, лидер, сегодняшний лидер на рынке антипригарных покрытий. Если мы хотим все-таки этот сотейник, эту коллекцию ставить в духовку, то максимальная температура нагрева 210 градусов, больше, к сожалению, нельзя. На самой крышке ручка, ее в профессиональном миру называют кноп. Вот эта часть имеет отверстие небольшое, куда мы можем поставить ложку или лопатку, которую мы, в принципе, используем во время помешивания.